В эфире программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы хотели поговорить о консервативном движении, что впереди, что ждет консервативное движение, если можно? Да, тема моя любимая на самом деле, и самое время к ней обратиться. Но я имею в виду не то, что ждет консервативное движение, а консервативное движение вообще. Давайте все-таки на данный момент скажем, что мы освещаем вопрос по тем итогам выборов, которые есть сейчас, и которые все-таки еще не окончательны. Поэтому я это не буду называть повесткой дня для второго срока Трампа. Ну, хочется верить, но сами без меня все знаете. Но все-таки я не буду подводить какие-то итоги президентства Трампа вообще. То есть, мы опираемся с вами на ситуацию с консервативным движением на середину ноября 2020 года. Смотрим, что произошло за последние четыре года. И пытаемся сообразить, что будет происходить с движением дальше. При этом тоже обращаем внимание, что консервативное движение и республиканская партия, это все-таки не одно и то же. Да, республиканцы более под влиянием движения, республиканцы более консервативны в целом. Но ставить знак равенства в ряде случаев все-таки не стоит. Движение это, если хотите, общественно-интеллектуальное явление. Партия это способ для движения хоть как-то влиять на политическую жизнь в стране, а не только на интеллектуальную. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И если мы с вами вспомним ноябрь 2016 года, то на самом деле тогда казалось, что консервативное движение попало в очень серьезный кризис. Это не странно. Хотя победил республиканский кандидат, серьезные успехи в Конгрессе. Но так получилось, что появление Трампа и его победа на праймарис, она все-таки стала неожиданностью. Консервативное движение не скажу, чтобы раскололось. Все-таки такого, наверное, не было, к счастью. Но какие-то действительно серьезные разногласия по поводу того, что делать с кандидатом, а на тот момент уже победителем на выборах Трампом, в общем и целом не было. Многие считали, что человек пришел из ниоткуда и ничего хорошего не несет. А многие считали, что наоборот с помощью Трампа можно консервативную политику проводить гораздо более успешно, чем с помощью других кандидатов, которые так или иначе отсеялись. И в дальнейшем мы увидели, что все-таки правыми оказались вторые, потому что Трамп и его команда сделали ставку на сотрудничество с консервативным движением. А те же, кто против Трампа выступал, они тоже со временем раскололись на два, к счастью, неравных лагеря. Большинство так или иначе признало, что с Трампом надо сотрудничать. И скрипя сердце или охотно, в зависимости от условий, стали сторонниками президента. Кто-то напрочь ушел в социализм. Но это, конечно, ставит большой вопрос на их консерватизм и вообще. Но, к сожалению, такое бывает, было и раньше. Люди вдруг ни с того ни с сего, по причине войны во Вьетнаме, войны в Ираке и еще чего-то, вдруг резко бросались влево. Не говорю здесь, что среди оппонентов войны во Вьетнаме и в Ираке сплошь левое, но очень часто приводило действительно к поливению. Когда люди голосовали в результате всего этого за Картера или за Обаму, ну и так далее и тому подобное. Так вот, такой произошел раскол. И совсем малое количество людей, преимущественно, совсем каких-то интеллектуалов, историков и так далее. Но они просто отказались от каких-то комментариев по поводу дня сегодняшнего. И ушли абсолютно в академическую жизнь. Ну, я им участия даже сочувствую. Сами знаете, что происходит в современной академической жизни не только в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, Трамп доверие консервативного движения завоевал. И, безусловно, с частью этого движения стал. И, хотя, помните, я отношу Трампа к президентам-игрокам, которые делают ставку на определенные силы или на определенные движения. Ну, вот в данном случае получилось, что Трамп поставил на консервативное движение и не проиграл. Консервативное движение пошло на сотрудничество с Трампом и тоже не проиграло. Но не стоит думать, что и те, и другие, они просто друг другом манипулировали. Всегда подобное взаимодействие, оно означает, что что-то меняется в обеих сторонах. Что-то происходит такое, что заставляет изменить некий взгляд, некий подход на то, что происходит внутри движения, внутри политической партии и внутри страны тоже. Поэтому мы с вами увидели, что в экономических вопросах Трамп и движение в общем и целом совпадали. И политика снижения налогов и дерегулирования здесь произошло полное единство. Случился конфликт, пожалуй, разве в вопросах тарифов и пошлин. В основном консервативное движение, где сильный либертарианский интерес с определенного момента с Трампом по этому вопросу общего языка не нашло. Я все-таки признаю, что Трамп был в этом конфликте, наверное, прав. Даже не, наверное, а точно прав. По той простой причине, что он на самом деле оказался ближе к основателям консервативного движения. Не ко всем, но к тем, кто считал, что чем меньше Америка участвует в каких-то системах свободной торговли, так называемой, которые Америку только сковывают, тем лучше. И получается, что Трамп даже и здесь он не столько конфликтовал с консерваторами, сколько напомнил им вообще-то об идеях некоторых основателей движения. Ну, прежде всего, Кендала, конечно же, моего любимого. И то, что Трамп это использовал скорее как политическое орудие, чем экономическое все-таки, но это тоже сказалось. В вопросах политики внешней Трамп во многом совпадал с консерваторами в вопросах, прежде всего, опять же, выхода из целого ряда соглашений, которые Америку только сковывали, о чем консерваторы говорят с 50-х, 60-х годов. И, наконец-то, Трамп это совершил. Здесь, если произошли какие-то конфликты, ну, вот только из-за того, что Трамп, по мнению, опять же, консерваторов, порой слишком близко общался с целым рядом людей, не слишком симпатизирующих Соединенным Штатам и никак союзниками им не являющимися. И его общение с Кимом, с Путиным, хотя, по большому счету, ничего на самом деле и не дало, и Америку-то не ослабило, но выглядело не всегда так, как того хотелось бы консерваторам, но, к счастью, к серьезным конфликтам это все-таки не привело. А то, что Трамп открыто выражал симпатию таким людям, как Болсонару тот же самый, то есть лидерам правом, но которых при, скажем, либералах во власти американской госдепы правительство держало на расстоянии, помимо Болсонару можно и Нитанеху-то уже вспомнить, то здесь тоже Трамп опять нам напомнил о давней традиции консерваторов, которые полагали, что следует общаться даже с такими, ну, Болсонару и Нитанеху-то и диктаторы, конечно, ни с какой стороны к ним не припишешь, но теперь либеральная пресса их уже записывает куда угодно. Тем не менее, то, что Трамп обозначил готовность сотрудничать с такими вот сильными правыми лидерами, тоже, безусловно, факт его пользы и подтверждает то, что он следовал консервативным установкам. Но позиции по Израилю здесь я даже не буду лишний раз на ней останавливаться, здесь Трамп даже обошел, наверное, многих тоже консерваторов своими действиями и перенос посольства, и создание вот такой антииранского блока, который сейчас под угрозой, к сожалению, своей последовательной защиты интересов Израиля и тем, что вел себя с ними как действительно союзник. То же самое происходило в Азии, Тайване и Японии, здесь тоже придраться к Трампу нельзя было. То есть, мы видим, что человек, который, не будучи частью, так скажем, изначально консервативного движения, оказавшись у власти, он был гораздо более консервативен, чем, скажем, оба Буша или целый ряд других президентов, в том числе республиканских. И, действительно, после Рейгана более последовательной консервативной политики мы, наверное, ни от кого и не видели. Ну, надеюсь, что увидим, но это забегая вперед. Но, с другой стороны, мы увидели, что и консерваторы, которые всегда, хотя движение консервативное, его пытаются создать каким-то закостенелым и прессовать, и неподвижным, на самом деле консерваторы, они всегда какое-то движение одобряют. Вопрос, в какую сторону. И мы видим, что влияние Трампа, оно на консерваторов тоже оказало свое воздействие. Ну, скажем, вот это вот чрезмерное либертарианство, оно ушло на второй план перед здоровым национализмом и патриотизмом. Я говорю здесь и о той же свободной торговле, которая в ряде случаев может ущемлять интересы американцев. И Трамп это указал, и не все, конечно же, но многие консерваторы с ним согласны. Это и в том, что касается чрезмерной увлеченности консерваторов экономикой. Да, у Трампа все было с экономикой хорошо до определенного момента. Но, тем не менее, он показал консерваторам, что есть идеи, которые людям гораздо более важны и о которых консерваторы, к сожалению, подзабыли. В своей охоте за какими-то чисто экономическими достижениями. Поэтому та же самая иммиграция, которую тоже ведь консерваторы 50-х, 60-х ставили как серьезный вопрос, но со временем вытеснилась. Так вот, Трамп вернул иммиграцию и показал, почему она серьезная проблема, заставил консерваторов об этом задуматься. И, более того, помог тому, что вот эта его позиция популизма, национализма и, да, экономических консервативных мер, но никак не в ущерб тому самому здоровому популизму. Все это привело к тому, что сегодня консервативное движение стало гораздо более открытым для пресловутых меньшинств. То есть, пока нам брыжа слюной рассказывали все эти 4 года, что Трамп расист, поддерживают его расисты, и все мы с вами расисты, и так далее, и тому подобное, и мне самому это доводило, вы слышите, в свой адрес. Но смотрим на результаты выборов и видим, что хотя полностью Трамп не сломал, конечно же, вот эту вот железную, не разорвал эту железную хватку либералов на меньшинствах, но собрал рекордное количество голосов черных и тех самых представителей, выходцев из Латинской Америки, которые якобы должны его ненавидеть. И если мы посмотрим на результаты выборов в Конгресс, там еще не все ясно, и к этому мы вернемся чуть позже, но весьма и весьма серьезное представительство, прежде всего в Палате представителей, представительство представителей, да, не обессудьте, это люди, которые представляют самые разные меньшинства. Это чернокожие, например, Байрон Доналдс из Палаты представителей Флориды, и уже яркая фигура у себя в штате и в консервативном движении. Это вообще замечательная личность, я очень большие надежды на него возлагаю. Бёрджис Оуэнс, бывший футболист, а теперь видный консервативный деятель, публицист и, надеюсь, успешный политик в ближайшем будущем. Можно и продолжать, один из самых молодых конгрессменов в истории, да к тому же инвалид, это Мэдисон Коутерн из Северной Каролины, ну белый, но ведь нам же рассказывают, что республиканцы и против инвалидов, и против больных людей и так далее, а вот вам пожалуйста. И ряд представителей латинско-американской общины, из той же Флориды, Мария Эльвира Салазар, но она скорее умеренная республиканка, не знаю, насколько она будет консервативной, но уверяет, что будет противостоять социализму, так как знает его хорошо, ее родители бежали с Кубы. Или Милиатакис из Нью-Йорка, тоже она в отчасти кубинского происхождения, который уже, Николь Милиатакис, уже обещает такой ответный отряд консервативной, той унылой компании Кортес и Амар и так далее. То есть, мы видим, что консерватизм при Трампе стал куда более открытым, консерватизм перестал зацикливаться на каких-то экономических догмах, и консерватизм вернулся к тому, чем он должен быть, а именно защитой, прежде всего, интересов Соединенных Штатов, как во внешней, так и во внутренней политике. Поэтому, вне всякого сомнения, взаимодействие Трампа и консерваторов, оно было очень и очень полезным, и помогло как администрации в ряде вопросов, так и движению. Ну, к сожалению, остался спорный момент, это то, что президент так и не смог сократить госрасходы, а в последнее время они даже выросли, ну вы понимаете почему, но, тем не менее, это действительно проблема, и она останется, и она будет будущим консерваторам серьезно вредить. И тот диктат бюрократии и многочисленных агентств, хотя Трамп пытался их сократить, ничего не могу сказать, но тоже у него это не очень получилось, и месть бюрократии, ну мы с вами ее наблюдаем прямо сейчас. Тем не менее, что вот, получив все это, то, что я вам назвал только что, в одном месте консерваторы и Трамп, они все-таки проиграли, и это пресловутая культурная война. Хотя, Трамп ее сделал важной, вывел ее на повестку дня, и в своих выступлениях тот же самый патриотизм, уважение к отцам-основателям в противовес тому, что говорят демократы, это он сделал, и попытки Девоз укрепить и ваучерные школы, и чартерную систему, и засилие левых идей хоть как-то в университетской среде сбить, и отказаться от целого ряда каких-то идиотских ограничений, обвинений, связанных с сексуальными домогательствами, якобы с расизмом и так далее. Но, тем не менее, мы все видим, что левый экстремизм, он набрал обороты за эти четыре года, и он уже на сегодняшний день угрожает безопасности пока вас, ну а потом и всех нас. И здесь я понимаю, я ступаю на очень тонкий лед, потому что я ни в коей мере не хочу призывать к насилию и так далее и тому подобное, Но знаете, когда я смотрю на видео, где людей, за которых никто не может заступиться, семьи молодых людей с девушками, на них нападают ублюдки в масках, в масках не медицинские, хотя кто их знает, тут медицинные намордники, это самое подходящее слово, то у меня вопрос только один, почему я вижу, как ублюдки в масках, называющие себя Антифа, Байлом, кто угодно, нападают на семьи с маленькими детьми или на девушек, а видео, где эти ублюдки собирают свои зубы и умываются кровью, я не вижу. Поверьте мне, я не призываю к тому, что их надо идти всех и убивать, нет, ни в коей мере. Но защищаться надо. И если то, что мы видим, это откровенный бандитизм, потому что, заметьте, они нападают на пожилых людей тоже, на тех, кто им не дает сдачи, пора что-то с этим делать. Почему до сих пор этого не происходит, мне непонятно. Да, там бывают столкновения эти, правда, будь пресловутые, но в целом, где ответная реакция, где готовность американцев, которые, мы видим, выходят на демонстрации в поддержку президента, выражают свое недовольство в ситуации с нынешними выборами. Это замечательно, но этого мало, потому что, если на вас нападают, надо отбиваться. Иногда, к сожалению, даже не самыми цивилизованными методами. Ну, что поделать, если полиция так любит падать на колени перед погромщиками, или если полицию вообще хотят лечить финансирование. Спорный момент я знаю, но, повторяю еще раз, если мерзавцам не давать сдачи, они наглеют и ведут себя так, что то, что мы видим сейчас, это только покажется нам всем репетицией. Здесь я умолкну, это я еще не закончу, не заканчиваю, прошу прощения, у меня еще есть несколько идей на то, как должны себя вести консерваторы в ближайшее время, но пока передам слово Сергею, если Сергей что-то добавит. — Вообще, мне интересно, скажите, вот когда говорим о консервативном движении, у нас тут есть местный, теперь он уже даже не радио, он какой-то блог ведет, он одно время был один срок депутатом от 11-го или 12-го, не помню уже, Джо Волш, такой консервативный-консервативный, потом он ушел на радио, сначала вроде было все нормально, все в русле и разумно, а потом он назвал себя консерватором, и все его шоу сводились к тому, что Трамп негодяй, подлец и так далее, потом он ушел уже с радио, теперь он ведет блог и периодически в соцсетях там всякие такие ляпы делает, критикуя Трампа, он называет себя консерватором, и он как бы критикует Трампа, но критикует его не с точки зрения консерватора, а так далее. Вы, наверное, слышали о так называемом «Линкольн Проджект», тоже республиканцы, тоже называют себя консерваторами, собрали несколько миллионов долларов денег, и часть, конечно, присвоили, а часть, значительную часть, израсходовали на борьбу против Трампа. То есть, я вспоминаю оценку Heritage Foundation о деятельности Трампа, по-моему, после двух или трех лет, не помню, где они оценили, что его деятельность на 64% соответствует консервативным взглядам, требованиям, пожеланиям и так далее, и подчеркнули, что ни один президент в современной истории такого уровня консерватизма или решений, соответствующих консервативным взглядам, не достигал. Так как вы думаете, вот «Линкольн Проджект», который собрал в себя бывших республиканцев, которые призывали голосовать за Байдена в этот раз, это действительно представители консервативного движения, и именно это сподвигло их на подобные действия, или это нечто иное? Абсолютно нет. С «Линкольн Проджект» там вообще все понятно. Во всех авторитетных консервативных изданиях, даже в «Нейшнл Ревью», которое стало все-таки более центристским, увы, но даже там написали, что ни один уважающий себя консерватор даже близко к этой организации подходить не должен, потому что это абсолютная бюрократия республиканцев, публика, которая продвигала заведомо проигрышных кандидатов вроде Маккейна, и никакого отношения к движению не имела вообще. Но вот они пытаются смешать два понятия – республиканцы и консерваторы. С «Уолшем» тоже я с ним хуже знаком, но у меня такое ощущение, что он вообще выпал из консервативной повестки, его никто и не привлекает. Но я могу назвать еще Макса Бута, который, к сожалению, родом из Москвы, а стал вообще каким-то, ну не хочу говорить, каким он стал, но левее всех левых вместе взятых. Можно вспомнить Дженнифер Рубин, которая числилась официальным консерватором «Вашингтон-Пост», и теперь требует черные списки для сторонников Трампа. Можно вспомнить самый грустный для меня момент – это Брэд Стивенс, неплохой автор, достаточно консервативный, но на своей ненависти к Трампу помешался настолько, что, перейдя на работу в «Нью-Йорк Таймс», начал писать статьи вроде «Требования, запрет, второй поправки» и так далее. Поэтому то, о чем я говорил, ненависть к Трампу, она выпихивает людей из консерватизма вообще. Я понимаю, можно, как Нил Фриман, тоже ветеран, сказать, что да, мне вот не нравится в Трампе то, что он слишком много тратит, еще до ковида дело было, госрасходы, мне не нравится то, что он с этим не борется, но в 2020 году все мы, консерваторы, должны поддержать его, а дальше будет видно. Это, я понимаю, консервативная критика, консервативная оппозиция. А те, кого назвали вы, это уже, увы, ну, я не хочу уподобляться им с черными списками, но такой отрезанный кусок. Да они и не были консерваторами в большинстве своими, только Стивенс, может быть, мне жалко. Еще у нас тут дискуссии постоянно идут, у нас есть знакомый наш, ну, с кем мы лично знакомы, адвокат с высшим экономическим образованием, занимается в основном иммиграционными вопросами и называет себя подчеркнуто республиканцем, но при этом все время размещает в Фейсбуке всякие материалы, которые публикует Daily Mail. И, скажем, на один какой-нибудь положительный материал, ну, я, там уже невозможно критиковать Трампа с любой стороны разумные движения, где-то порядка десятка материалов отрицательных. И когда начинаешь с ним спорить, он говорит, я не против Трампа, я просто критикую правительство. Там ему говорят, подожди, ну, сейчас ведь идет, как бы у нас выбор-то между двумя кандидатами, между двумя системами. То есть, как бы, ну, это предвыборная борьба. Все, что мы сейчас здесь публикуем, это все имеет так или иначе отношение к предвыборной борьбе. Как бы, ну, не дело, то, что ты подливаешь масло в огонь или, там, льешь воду на мельницу. Так нет, ни в какую. Вот я просто за отдельного кандидата, я вот, а не за партию. И при этом он все время подчеркивает, что обе партии совершенно одинаковые. Особенно, если вскрывается какой-нибудь негатив со стороны республиканцев, то, как бы, вот, я же говорю, обе партии одинаковые. А тогда я ему пишу, скажи, вот, скажем, я знаю истории, когда адвокаты садятся в тюрьму за нарушение закона. То есть, получается, что обе эти компании, там, скажем, с одной стороны преступники профессиональные, с другой стороны профессиональные юристы, они, в общем, одинаковы, поскольку и те, и другие садятся в тюрьму. Вы понимаете? А он говорит о том, что, ну, партии абсолютно одинаковые, что та, что другая. Я говорю, ну, хорошо, а почему тогда ты бьешь себя пяткой в грудь, доказывая, что ты республика? Если обе партии одинаковы, если нет никакой разницы между этими партиями. Вот такая позиция. То есть, человек или не понимает, о чем он говорит, или человек скрывает вот за этой маской свою персональную ненависть к этому президенту, пытаясь разобраться? Ну, мне трудно сказать. Это очень удобная позиция. Сказать, что вы тут все ничего не понимаете, вы все одинаковые, примитивные, а я выше всех вас и так далее, возможно, про вашего знакомого это не касается. Я с такой позиции сталкивался очень часто и здесь, и она не работает. Но всегда наступает момент, когда нужно делать выбор. А здесь выбор очень простой. Если за республиканцами все-таки, при всех их недостатках, при всех их минусах, консервативное движение, наследие Кендалла, Бакли и так далее, и тому подобное, а за сегодняшними демократами организация под названием «Демократические социалисты», по-моему, что ясно. Согласен. Спасибо. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, продолжим. И никуда не уходите. 847-400-5200, телефон нашей студии, в эфире программа «Час Ивана Денисова». Иван, у нас есть звонки, давайте, наверное, примем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Здравствуйте. У меня вопрос, я не буду лезть в вопрос, почему люди и зачем люди, потому что, когда ты касаешься психологии, то разговоры о равнозначности, равновеликости и равноправии людей вообще бред собачек. Я буду говорить о том, что есть все-таки, для того, чтобы все это уравновесить, должны существовать законы. Неужели, ну, вы, может, подскажете, нет законов в Америке, которые могут остановить этот явный политический, моральный, называйте как психологический террор. И что? И вот они могут вот так вот сделать, потом улыбнуться и сказать, а вы нас выбрали. И потом уже дальше вести себя. Вы знаете что-нибудь о правовой стороне этого вопроса? Спасибо. Я не вполне, правда, понял, о чем идет речь. Какой именно? Тут столько моментов, где идет террор против Америки по такому количеству направлений, что я даже не знаю, о чем и говорить. То, что пресловутую антифу надо прижимать, понятно, есть. И существуют законы, и Тед Круз на них ссылался. Закон 73-го года еще, о криминальных организациях. Они вполне подпадают. БЛМ, кстати, тоже. У БЛМ связи с китайцами тоже подпадают. Если мы говорим с вами о ситуации с выборами, ну, здесь, увы, доказать что-то будет очень и очень сложно, потому что на местах товарищи, губернаторы и местные бюрократии, они постарались сделать все, наверное, чтобы к ним подобраться было довольно-таки сложно. здесь, я, увы, не могу вас ничем обнадежить. Но бездействие правоохранительных органов против уличных террористов меня самого тоже очень печалит и удручает. Тут есть законодательная основа. Есть интересный экзекитив фортер, который издал Трамп, по-моему, до 12 сентября 2018 года. Как раз он касается выборов и санкций против вмешательства иностранных государств или представителей государств. очень интересный экзекитив фортер. Я думаю, что вот он предвидел то, что будет происходить. В частности, я сейчас имею в виду вот эту компанию Доминиен. Я завтра буду подробненько о ней рассказывать, об истории этой компании, о ее владельцах, о ее руководителях, как все это происходило. Я думаю, что вот этот исполнительный указ открывает возможности для того, чтобы принять какие-то кардинальные меры в отношении фальсификации выборов с помощью вот этой техники. А пока давайте примем следующее. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Не согласились ли бы вы с таким мнением, что Трамп придал консервативным идеям такой флер народности. Они стали намного ближе к такому ординарному человеку, а не высоколобым мужам из аристократических семей, закончивших Итан. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Вы совершенно правы. Трамп это вообще, на мой взгляд, третий поп-культурный президент. Первое, Обаму я не буду к такому относить, уж не обессудьте. Обама это немного другое. Я имею в виду поп-культуру именно американскую. Линкольн, Рейган, Трамп. И тут разные оттенки поп-культуры. Линкольн это скорее комические лекции, то, что потом стало называться стендапом, Рейган, старый Голливуд, Трамп, телевидение, как к нему не относись. Но действительно, именно благодаря этим людям, по-разному можете к ним относиться, я всех трех уважаю. И каждый раз изначально республиканская партия, потом консерватизм, они оказывались представителями прежде всего простых людей. И уважаемый слушатель, совершенно прав, своим стремлением сделать консерватизм чем-то таким очень интеллектуальным и научным действительно заигрались за время Обамы. Трамп сделал консерватизм понятным, Трамп сделал консерватизм если хотите народным. И он молодец в этом плане. Добрый день пожалуйста в эфире. Алло здравствуйте. Сейчас вовсю идут эти разговоры о том, что на пост представителя в ООН Байден назначил Хиллари. И вот ее представляют как активного борца с Путинской Россией и мол она сможет отомстить за Раша Гейт. Вот насколько это соответствует скажем так объяснях это смешно. Мне кажется что она и с Путин находится в одной лодке не считая Обамы. Как вы думаете насколько она может Во-первых неизвестно что там у Путина на Клинтон есть данные которые почему-то до сих пор не рассекречивают хотя они давно говорят они в палате представителей в комитете по разведке что Путин очень хотел на самом деле ее победы потому что был готов ее манипулировать и что там знаменитые истории с Ураном и с обменом агентов в 2010 это все истории мутные до конца не распутаны я абсолютно уверен что может быть не сразу там для порядка они еще для порядка они еще погрозят кулаком Москве и так далее но уже если Байдена протащат в Белый дом к концу 2021 года или он или Камала уже будут обниматься с Путиным и рассказывать что нет вот раньше республиканцы просто все не так делали а мы все делаем совершенно правильно и новую перезагрузку они совершенно точно устроят со всеми вытекающими пока все что говорит Байден у меня волосы дыбом встают хотя и ожидаемо один его я отвлекусь от вопроса то что он собирается делать с эмиграцией это вообще катастрофа отказаться от депортации впустить огромное количество людей открыть опять поток мусульмана в Америку ужас да и только и ослабленная Америка она будет ослаблена в таких условиях конечно же пойдет в объятиях Вовы и сделает его куда более заметной фигурой чем он стал при Трампе при Трампе так какой-то там феодал мелкий восточноевропейский а при Байдене он к сожалению опять возвысится австралийцы уже об этом говорят спасибо Иван добрый день пожалуйста у меня конкретный вопрос не могли бы вы сказать результат пересчета голосов в штате Пенсильвания вот такой вопрос спасибо точно я не могу вам сказать по моему пересчет еще не закончился да и потом там есть вопросы по самому по форме проведения этого пересчета то есть как бы пересчет получается не очень эффективный не очень объективный поэтому там по-прежнему остаются вопросы кстати интересный момент тоже так пользуясь случаем скажу я не то чтобы к нему призывал опять же но есть вообще-то по конституции по решению Верховного Суда как вы знаете назначают выборщиков законодательные собрания штатов и если в Пенсильвании насколько я помню там большинство республиканцев в собрании местного в Висконсине по идее если у них есть твердые доказательства ну вот с этим я знаю проблема подтасовок каких-то жульнических моментов они имеют полное право даже не пересчет затевать они имеют полное право аннулировать результаты голосования вообще и отправить тех выборщиков которых они сочтут нужным естественно это требует незаурядной смелости естественно губернаторы будут мешать и бюрократия тоже но Конституции это противоречить не будет и решения Верховного Суда которые говорят что назначают выборщиков законодателей штатов любым выбранным ими способом это не будет противоречить но я все-таки боюсь что до этого не дойдет добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый Иван я слышала такое что Трамп отозвал иск по Пенсильвании действительно ли это правда и в чем причина если это правда я к сожалению про это ничего не слышал но вообще какие-то в последнее время разговоры усилились о том что исков становится меньше и что боевой запал истекает и так далее и тому подобное я допускаю что все это неправда но вот про Пенсильванию я ничего не слышал но я так пользуясь моментом еще добавлю что вот ну не знаю успею сегодня похоже не успею ничего страшного но то что консерваторам точно надо делать в ближайшие четыре года это укреплять свое представительство в средствах массовой информации потому что в шестнадцатом году тех нескольких человек на Фокс и гражданской журналистики хватило сейчас гражданская журналистика то есть небольшие сайты Киев тот же самый и так далее они оказались все таки задавлены Фокс себя во многом дискредитировал будем откровенны и либо Трампу надо затевать в худшем случае если он все таки проиграет либо ему надо открывать собственный канал забираясь людей с Фокса и с ряда каналов англоязычных из других стран например почему-то Sky News с Австралия отстаивал Трампа гораздо дольше чем тот же самый Fox News не все конечно же ведущие но как минимум двое очень долго отбивались и настаивали на том что Трамп должен оставаться президентом и должен побеждать вот такие люди Америке пригодятся не только в Австралии иначе я боюсь что Fox тоже развалится окончательно и превратится в такой филиал MSNBC хорошо теперь давайте перейдем к Европе в частности к скандинавским правам да совершенно верно очень быстро но тем не менее сначала про Данию как вы знаете в Дании есть партия новые правы за которой я слежу она сейчас укрепляет свою позицию и помогает ей в этом само датское социал-демократическое правительство может вы не слышали но сейчас вообще в Дании очень серьезный скандал потому что социал-демократы объявили войну норкам не тем норкам которые выкапываются а тем которые пушистые мохнатые из которых делают меховые изделия дело в том что датская норковая промышленность она едва ли не самая главная в Европе и вдруг оказалось что норки там как-то переносят некую форму ковида и хотя были возможности были методы как этот вопрос решить не прибегая к каким-то радикальным мерам но социал-демократы как и их братья по разуму коммунисты Китая в свое время объявили что поголовье надо просто забивать и это означало вообще-то и продолжает означать такой серьезный удар по датской экономике по датскому бизнесу что вы даже не можете это представить если учесть что вот это норковое разведение норки в Европе во многом зависит от датчан и в Дании очень многие люди в это включены и их благосостояние полностью зависит от разведения норок тем не менее удар будет означать и огромное количество людей которые останутся без работы и то что им надо будет платить какие-то компенсации и так далее естественно что и без того расшатанные ковидом и социал-демократией и бюджету но сами понимаете как к чему приведет при этом заметьте места где действительно проблемные в этом смысле ковида там никого не трогают а если я вам скажу какие-то места вы не удивитесь это места где сосредоточены беженцы из мусульманских стран я конечно не призываю чтобы их всех там тоже забивали как таковых нет не призываю но как бы то ни было беженцев пускают даже когда границы для Европы были закрыты их не трогают а норок надо забивать и свое население ставить под удар новые правые подняли шум ну не они одни но я знаю что они хотя их представительство малое в парламенте и социал-демократы признали что вдруг испугались ничего не могу сказать и признали что ну вообще-то не то мы конечно сделали у нас не было законного основания на это у нас не было твердого твердой научной основы ну в общем вы конечно извините что мы норок забиваем но мы ничего менять не будем так что мы конечно все делаем не так но уж извините в этой ситуации сейчас может сложиться такое такое положение что в Дании произойдут выборы досрочные к сожалению я в это не очень верю потому что социал-демократов в парламенте большинство и сокрушить их добиться того чтобы произошли срочные перевыборы будет очень трудно они постараются сорвать это но уже на этой неделе какие-то попытки объявить правительству недоверие они будут при этом по опросам которые регулярно публикуются в Дании те самые новые правы которые появились вообще в пятнадцатом году напомню вам в семнадцатом году стали более-менее обращать на себя внимание и на выборах года прошлого набрали четыре места всего тем не менее они своей вот этой активностью своей очень консервативной программой и кстати симпатии к Трампу не примену упомянуть они сейчас укоренили свои позиции и вот эта их борьба за по защите норковой индустрии в Дании она им сейчас дает шестнадцать семнадцать мест может не такая крупная цифра но по сравнению повторяю с четырьмя и с тем что партия совсем новая все это может привести к тому что они будут четвертой или третьей по значимости партии в датском парламенте и тогда кто знает возможно тот самый хваленый датский социализм который кстати новые права считают мифом и за всех сил хотят избавиться даже от социал-демократии которая в Дании к сожалению есть то вот тогда мы посмотрим как запоют американские либералы и социалисты но повторяю это все-таки пока еще ну отдаленная перспектива тем не менее она есть и давайте на нее надеяться мы видим что левые когда приходят к власти они уничтожают абсолютно все и даже их любовь к экологии почему-то приводит к тому что они убивают животных да заметьте интересный такой момент ну а правые они укрепляются я желаю им чтобы в Дании они укреплялись и дальше о норвежских правах я уже сегодня наверное рассказать не успею но в следующий раз к ним вернемся там тоже кое-что интересное происходит между прочим и в этом плане опять американскому консервативному движению я считаю нужно укреплять все-таки контакты с скандинавскими правами я об этом говорил на повторе еще раз потому что крушить мифы о скандинавском социализме надо а новые партии Дании или партия прогресса название так себе но это правая партия поверьте мне партия прогресса в Норвегии они могут стать серьезными союзниками американских консерваторов так что пусть это взаимодействие тоже будет в повестке дня ну а в целом возвращаясь к американской теме я скажу вам только одно что еще не раз будем говорить о действиях республиканцев и консерваторов в целом но вообще Трамп и вот эти выборы они дали консерваторам ключи к власти в 2022 и 2024 но Байден и же с ним могут поменять замок я уж буду это сравнение продолжать а именно американскую систему изменить настолько что ключи которые сейчас в руках у консерваторов могут оказаться ненужным и вот ближайшее время как раз будет и проверка у нас как консерваторы либо добьются все-таки пересмотра результатов голосования и отстоят Трампа к сожалению маловероятно либо скуют все действия Байдена и его администрации и не позволят ничего ни в эмиграции нигде сделать и тогда действительно у нас с вами будет хоть какой-то повод для оптимизма потому что все-таки заканчивать на мрачной ноте мне бы не хотелось так что поздравим датчан с успехом пожелаемым ну пока с ростом популярности ладно успех такой еще относительный пожелаем им дальнейшего укрепления популярности о норвежцах в другой раз но о выборах и об американских консерваторах мы с вами каждую неделю общаемся и это не изменится и через неделю я даже надеюсь что у нас все-таки что-то появится более оптимистическое ну по-другому нам нельзя я лишь добавлю по поводу того что в Пенсильвании произошло там Трамп не отозвал иски а единственная компания которая представляла интересы Трампа отказалась принимать участие в деле поскольку на нее было оказано какое-то колоссальное давление вот что произошло то есть большевики не останавливаются не перечень это неважно иски все равно идут и я так думаю что в тех штатах где происходили вот эти вот фальсификации штаты управляемые демократами губернаторы генеральные прокуроры верховные судьи все это леворадикальные леволиберальные люди и конечно же иски будут отбрасывать дальше будут апелляционные суды если апелляционные суды так же дальше дело мы ждем главное решение будет принято если верховный суд примет к рассмотрению я надеюсь что примет и решение ждем решения верховного суда ну и с компанией конечно не примену напомнить мы ждем то что Кларенс Томас опять встретится с Джо Байденом но уже расстановка сил будет не такая как в 91-м году поменяются местами помнишь меня Джо огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин